друзья привет здесь не хотите видеть такой скиммер в виде бочки берете вот такую трубу 50 50 труба на 110 кусок 110 трубы переходная вот такая заглушка вот вот такая трубочка все доделывается и ставится на этот выпуск где 50 труба как и говорил делаем в крышке заглушки дырка все спокойно труба стала снова легко входит где-то диаметр надо 52 брать 50 труба 52 53 миллиметра продолжаем собирать дальше вырезаем что-то подобное из пенопласта пенопласта но это я думаю тройка что мы дальше делаем вставляем это сюда она надеваем пенопласт без разницы высоте вставляем смазываем вот это чем-нибудь чтобы она легко закрывалась открывалась вот так подойду с той стороны и рыба вот мой насос на 20 кубов вот такая на один и вот это будет регулироваться высота воды в пруду если выше выше будет ниже ниже все зависит от пенопласта пенопласта он будет вверх вытаскивать вот а этот выход как раз ровно под 50 трубу сейчас поставлю и установлю в пруд так ну что он установлен вот так поплавок вверх его выдавлю трубу выдавливает потому что не включен сам насос мы включаем эксперимент страна экспериментов включил чуть-чуть происходит а чё насос не работает а воздух отхапанул у вас пошел работать короче ему грузика не хватает слишком мощный так ну все я его установил скиммер видно как он офигенно засасывает все с поверхности воды обязательно вот здесь сверлим от дырочку и вставляем трубочку чтобы воздух который он засасывает выкидывался наверх вот можно посмотреть ну вот сейчас он работает но я его все равно чуть-чуть подмодернизирую потому что мне надо саму колбу вот эту которую внизу там ее немножко уменьшить потому что уход небольшой у этого видите он прыгает немного не хватает ему высоты опускание поднимания можно сейчас поэкспериментировать как вот допустим свет отключили вот так вот бам все отключили вот так он отключился полностью сейчас дождемся чтобы все фонтанчики все вылилось движение воды ушло ну все можно включать сразу он его втянул сейчас он будет выставлять его засасывать ну с воздухом засасывает через трубочку он будет выплел ну как бы выходит воздух лишний сейчас он выравнивается ему чуть-чуть не хватает высоты чтобы правильно работать я его подрежу и все будет окей потому что если насос захватывает воздух он ну хуже начинает работать производительность падает а мне это не надо просто здесь самое главное смоделировать такую систему чтобы в случае отключения электричества он потом запустился так он долго выравнивается то есть у меня я знаю из-за чего поэтому я очень подрегулирую чтобы он сразу выравнился ну и видно как вот даже вот сейчас кажется он настроился все и как вот видно как вы начинает пена туда сходить прям с какой скоростью она залетает туда очень быстро вот так он сам выставился и будет работать берите на вооружение пробуйте ставьте ставим палец вверх убирайте вот такую вот бочку ставьте вот такой вот скиммер вот чуть-чуть высоты не хватает чтобы это воздух не засасывать а так очень даже хорошо как он стягивает с поверхности видите как пузырьки двигаются к нему ну цена вопроса рублей там не знаю 200 я просто хотел думал сейчас заводской скиммер куплю ага ну плавающий такой под 7000 и то там такой какой-то непонятный вот так он работает я доволен я молодец кто молодец я молодец кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь и увидимся в новых видео а я пойду баньку потоплю а то холодно на улице так ну вот подрезал я где-то на 3 на 4 сантиметра попробуем запустить ну сразу видно с самого начала она более стабильно уже не так сильно выпрыгивает посмотрим насколько она устоится сейчас везде должен уровень выровняться потому что ее сначала в бочку потом в бак потом по трубам так как только начнет там пузырьки выходить примерно начнет выравниваться система рыбка плавает так ну все сейчас воздух сойдет оттуда большой объем и здесь наладится тогда уровень нарастает нарастает лыжник и они лыжник и Продолжение следует... 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 компрессор дует в озонатор озонатор уже подходит сюда мне кажется из то что я поставил озонатор у меня ультрафиолетовая лампа стала хуже работать а почему сейчас я попробую найти эту вот видите это у меня стояла она ну как сказать он там вот так стояла и лишний озон выходил туда на улицу сейчас я убрал это вот что происходит когда работает озона коричневый такой покрывается типа блин хрен узнать что и такое типа ржавчины не ржавчины ну короче что-то окисляется вот и я боюсь что у меня лампы внутри они вот такой же хрени из-за этого уже стала очистка воды происходить вот но сейчас я уже ничего разбирать не буду я на этой но на следующей неделе уезжаю на неделю посмотрю посмотрю за эту неделю если ничего не но оставлю также работать озонатор все в штатном режиме если ничего не поменяется значит это дело наверное в озонаторе я ее разберу она быстро снимается вот посмотрю на лампы если эта тема подтвердится то что из-за озонатора там они покрылись поймите рыжий или чем-нибудь серый накипи то я его здорово друг чё как дела у тебя один здесь другой здесь толстички там это толстолобик нам плавается альбинос толстолобик альбинос ну там большие караси вот что я сделаю и вот эту ультрафиолетовую лампу поставлю прямо вот сюда в начало а озон сразу после нее то есть умеется желтро фиолета лампа озон на выход и также змейкой сделаю трубу чтобы насыщалась окислялась вода там насыщалась кислородом так далее и у меня как раз спать хочется трубка вентури придет я ее поставлю после этой лампы будет сразу трубка вентури стоять туда будет всасываться воздух из-за натора соответственно компрессор я уберу я просто будет туда всасываться и работать жду когда приедет обещают где-то в октябре мне ее посылка прийти чтоб пришла ко мне поэтому так вот а че еще сделал здесь видите да отверстие там 3 4 отверстия сделал чтобы она более стабильно работала потому что без отверстия она прыгает туда-сюда вверх как ненормально а сейчас вот вот так такая воронка образуется так интересно воздух не засасывает а просто такая как конусная воздушная подушка образуется вот так что пускай работает по крайней мере он сам регулирует высоту он двигается видно туда-сюда колышется все засасывает с поверхности может не так хорошо но главное что у меня нет теперь в голове проблем то что будет засасывать не будет засасывать а вдруг там уровень воды упал или что-то он сам уже отрегулируется сбросали короб карт карпы это это же как свинюшки хозяйстве где кушают там и гадят и разбрасывают еду так что такие вот дела так то в принципе у меня вот такой воды как бы за глаза для разведения вот рыбы то есть главное видно то что она плавает видно то что все в порядке кушает она очень хорошо сегодня так сегодня у нас 26 насколько я помню сентября до 26 но но кто в московской области живет узнает вот теплица сейчас плюс 14 посмотрим сколько вода но есть как она из-за того что взболтал пруд как сетка забивается в мешочек и повышается уровень воды на 4 сантиметра выше уровня воды ну вот вода плюс 16 плюс 16 вода 26 октября в московской области уже сколько неделю дожди идут солнца нету было в солнце я думаю вода в за 20 градусов спокойно было бы 16 градус тоже неплохо главное что при такой температуре рыба кушает может не так активно как при плюс 30 она у меня хавала все подряд тоже нормально кто знает зачем я купил вот это ведро именно с такой перфорации и вот в этой части вот в этой части я еще дырочек насверлю тоже перфорин вот кто угадает до чего она мне поставлю пятерку вот интересно просто как у вас мысли будут работать по этому поводу для чего я это ведро купил ну или там принцип работы кто захочет опишите посмотрим сводятся наши мысли или нет так ну что на этом буду заканчивать основной вопрос был у меня вот именно по озону как бы если кто знает может действительно озон надо после ультрафиолетовой лампы я почему его хотел поставить до ультрафиолетовой лампы ну чтобы озон как бы очищал эту трубку стеклянную ультрафиолетовой лампы но мне кажется здесь все наоборот произошло у кого есть информация или опыт поделитесь буду очень признателен ну и подписывайтесь увидимся в новых видео кому понравилось ставьте лайки всем пока